Друзья, привет! Hi! Приветствую вас на канале «Английский язык по плейлистам». Мы продолжаем наш практический курс «Английский язык с нуля до продвинутого уровня» по приложению English Galaxy. В этом уроке мы с вами разбираем время Past Continuous — прошедшее продолженное время. Past Continuous — мы используем данное время, когда не просто какой-то краткий факт в прошлом, а именно когда длительное действие в прошлом. Смотрите, формула образования Past Continuous — was или were, и далее глагол с информой. Was или were плюс глагол плюс информа. Давайте рассмотрим в нашем случае, когда используется данное время. Смотрите, как раз сейчас встречающийся временной указатель Past Continuous — это, видите, фраза «all day» — весь день. «All day». Например, мы хотим сказать «Я занимался английским весь день». Видите, «all day» в прошедшем времени указывает именно на длительность. Потом мы говорим «Я занимался английским весь день». «All day». «I was learning English all day». «Я занимался английским весь день». «I was learning English all day». Например, «Я ждал ее звонка весь день». «Я ждал». «I was waiting» весь день. «I was waiting for her call all day». «Я ждал ее звонка весь день». «I was waiting for her call all day». Как мы скажем, «Она сидела дома весь день вчера». Видите, да, «all day» и «yesterday», «all day» указывает на Past Continuous. Если это именно в прошедшем времени, длительное прошедшее. Фраза «сидеть дома» будет «stay at home». «Stay at home». «Она сидела дома». «She was staying at home весь день вчера». «All day yesterday». «She was staying at home all day yesterday». «Она сидела дома весь день вчера». «She was staying at home all day yesterday». Также Past Continuous часто употребляется в сложных предложениях с when. Когда одно действие короткое, тогда мы используем Past Simple, и другое действие длительное, тогда мы используем Past Continuous. То есть да, смотрите, общая формула «when» и далее Past Simple, если действие короткое, а когда длительное действие, используем Past Continuous. Давайте все рассмотрим на конкретных примерах. Как мы скажем, когда она пришла домой, он делал свою домашнюю работу. Видите, когда она пришла, это просто, видите, краткое действие, потом Past Simple. «When she came home», а вот далее «он делал». Видите, не «он сделал», а «он делал» — это длительное действие. Поэтому используем Past Continuous. И получается «he was doing» — «his homework». «When she came home», «he was doing his homework». «When she came home», «he was doing his homework». Когда она пришла домой, он делал свою домашнюю работу. «When she came home», «he was doing his homework». Хорошо. По аналогии, как мы с вами скажем, смотрите. «Когда она позвонила ему, он ехал на машине». Видите, когда она позвонила, это краткое действие, используем Past Simple. «Когда она позвонила, when she called ему, him, when she called him, он ехал на машине». Итак, скажем, используя форму Drive, «он ехал» — это длительное действие. То есть он ехал, 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 и в какой-то момент краткое действие «она позвонила». Поэтому да, видите, когда «он ехал, ехал, ехал» — это длительное действие. Вот «она позвонила», то есть это действие, прерывая длительное, это Past Simple. То есть, вначале получается «она позвонила», когда она позвонила ему, «when she called him», и далее длительное действие «он ехал на машине». «he was driving a car». «When she called him, he was driving a car». «When she called him, he was driving a car». «Когда она позвонила ему, он ехал на машине». «When she called him, he was driving a car». Как мы скажем, «они пили чай, когда я пришел». Да, опять же смотрим на контекст. Видите, здесь предложение с «when», какое действие длительное, а какое краткое. Видите, «когда я пришел» — это краткое действие. А вот «они пили чай» — это длительное действие. То есть «они пили чай», эти «пили чай», и «далее пришел» — это действие прерывает, это краткое действие. То есть, получается «они пили чай» — это Past Continuous. «They were drinking tea, когда», «when» — «я пришел». «When I came». «They were drinking tea, when I came». «They were drinking tea, when I came». «Они пили чай», «когда я пришел». «They were drinking tea, when I came». Другой пример. «Они спорили, когда я вошел». Итак, «спорить» будет «argue». «Они спорили», ведь опять же длительное действие, используем Past Continuous. «They were arguing». «They were arguing». «Когда я, when I, вошел», используем фразу «come in», «войти». «Come in», «войти», «come in». Это краткое действие, значит, Past Simple. «When I came in». «When I came in». «They were arguing, when I came in». «They were arguing, when I came in». «Они спорили, когда я вошел». «They were arguing, when I came in». Хорошо. Как мы скажем. «Я заснул, когда я читал книгу». Видите? Одно действие длительное. «Я читал», «Я читал», «Читал», «Читал». «И в какой-то момент я заснул». «Я заснул» — это Past Simple. «Засыпать» или «заснуть» по-английски — это устойчивая фраза «fall asleep». «Fall asleep». Получается «я заснул», «I fell asleep», «I fell asleep», «когда», «when», «я читал». «Я читал книгу». Это длительное действие. Получается «I was reading a book». «I fell asleep, when I was reading a book». «I fell asleep, when I was reading a book». «Я заснул», «когда я читал книгу». «I fell asleep, when I was reading a book». Также смотрите, Past Continuous очень часто используется именно с «while». «The while» переводится как «в то время, как, пока». «The while» указывает на Continuous. Если это прошедшее время, тогда мы используем Past Continuous. Смотрите, как мы скажем. «Я встретил ее в то время, как я учился в университете». Видите, в начале краткое действие «я встретил ее», потом да, используем Past Simple. А вот далее «в то время, как, while» указывает на Continuous, на Past Continuous. То есть получается формула. Видите, Past Simple в первой части и далее «while» плюс Past Continuous. Скажем. «Я встретил ее», «I met her», «I met her», «в то время, как», «while», «я учился», «I was studying», «в университете». Фраза «учиться в университете» – «study at university». Да, по умолчанию используем данную фразу. Получается «while» «I was studying at university». «Я встретил ее», «в то время, как я учился в университете». «Я встретил ее», «в то время, как я учился в университете». Ссылки в описании. Но смотрите, есть и другой случай, когда в обеих частях предложения именно длительное действие. То есть формула «while» плюс Past Continuous и далее во второй части также Past Continuous, потому что два действия длительных. Давайте посмотрим конкретный пример. «Пока я читал книгу, она смотрела фильм». Да, можно перевести «пока я читал» или «в то время, как я читал книгу», «она смотрела фильм». Мы видим, что здесь не просто «я прочитал», не просто «я посмотрел», а именно «я читал», «я смотрел». Есть слово «while», и это оказывает на Past Continuous. Получается «пока» «while я читал книгу». Да, по умолчанию используем фразу «read a book», то есть какую-то книгу. «While I was reading a book», «она смотрела фильм». «Она смотрела», «she was watching», «фильм», тоже используем фразу «watch a movie», то есть по умолчанию вообще какой-то фильм. «She was watching a movie». «While I was reading a book», «she was watching a movie». «While I was reading a book», «she was watching a movie». «Пока я читал книгу», «она смотрела фильм». «While I was reading a book», «she was watching a movie». Хорошо, как мы скажем, «я сидел в интернете, пока она готовила». Да, как будет фраза «сидеть в интернете»? Эту устойчивую фразу, необходимо запомнить, будет «serve the internet». «Serve the internet». То есть в этом контексте мы используем именно слово «serve». «Serve the internet», «сидеть в интернете». Получается, видите, «я сидел в интернете, пока она готовила». «Пока» или «в то время как» это слово «while» указывает на «continuous». В прошедшее время, поэтому «pass continuous». Два действия длительных, поэтому говорим «pass continuous», «я сидел в интернете». «I was surfing the internet», «в то время как» или «пока», «while» она готовила. «She was cooking». «I was surfing the internet while she was cooking». «Я сидел в интернете, пока она готовила». «I was surfing the internet while she was cooking». Да, мы с вами умолчально используем данную фразу «serve the internet». Но на самом деле можно сказать и по-другому. Как это сказать по-другому? Смотрите, другая, аналогичная фраза «сидеть в интернете» — это «surf the web». Приводится также «сидеть в интернете». В принципе, и так, и так часто говорят. Или «surf the internet» или «surf the web». Скажем, используя данную фразу «surf the web». «Я сидел в интернете», «пока она читала книгу на английском». Видите, два длительных действия в прошедшем используем past continuous. «Я сидел в интернете». «I was surfing the web». «Пока» или «в то время как» И так скажем, используя фразу «surf the web». Получается, я сидел в интернете, пока она читала книгу на английском. «I was surfing the web while she was reading a book in English». Также мы используем past continuous, когда есть более точное указание времени. Смотрите, как мы скажем, «я разговаривал со своим начальником вчера 4 часа». Видите, не просто «я поговорил с ним вчера», а есть указание, дополнительное указание времени, там вчера, там во столько-то, то мы в этом контексте также используем именно past continuous. Получается, видите, здесь мы используем в получении фразу «talk to», «говорить с», «разговорить с», тогда, как мы скажем, «я разговаривал со», «I was talking to» «своим начальником», дословно «своим боссом», «to my boss», «I was talking to my boss вчера», «yesterday», «четыре часа», «at four o'clock». «I was talking to my boss yesterday at four o'clock». «I was talking to my boss yesterday at four o'clock». «Я разговаривал со своим начальником вчера», «четыре часа», «I was talking to my boss yesterday at four o'clock». Смотрите, если просто мы скажем, там «я поговорил со своим начальником вчера», там мы скажем «да», это в past simple, и будет «I talked to my boss yesterday». «I talked to my boss yesterday». Звучит «я поговорил». А именно в этом контексте, когда есть дополнительное указание времени, там во столько-то часов, то мы используем и на past continuous, как здесь. «I was talking to my boss yesterday at four o'clock». Как сказать «я гулял в парке вчера в пять часов». Видите, не просто «вчера», там не просто «я погулял в парке вчера». Если просто «я погулял в парке вчера», мы скажем, да, в past simple, «I walked in the park yesterday». «I walked in the park yesterday». А здесь именно «вчера, пять часов», тогда мы используем и на past continuous. Получается «I was walking in the park вчера в пять часов». «I was walking in the park yesterday at five o'clock». «I was walking in the park yesterday at five o'clock». «Я гулял в парке вчера в пять часов». «I was walking in the park yesterday at five o'clock». Также, в принципе, past continuous мы с вами можем использовать и в вопросах. Например, мы хотим спросить «Что ты делал, когда она позвонила тебе?» Видите, одно действие длительное. Там «Что ты делал?» Это было длительное действие, да, длительное действие. И вот «позвонила» — это краткое действие, перерывает раз длительное именно «делал». Получается, там «Что ты делал?» Past continuous. What were you doing? Когда? When? Drive past simple. Это краткое действие. Она позвонила тебе. She called you. What were you doing when she called you? What were you doing when she called you? What were you doing when she called you? Что ты делал, когда она позвонила тебе? What were you doing when she called you? Если просто, конечно, мы хотим спросить «Что ты делал вчера?» Мы используем past simple. Что ты делал? What did you do вчера yesterday? What did you do yesterday? What did you do yesterday? Что ты делал вчера? What did you do yesterday? А вот смотрите, как мы спросим «Что ты делал вчера в 3 часа?» Видите, когда не просто «вчера», а есть указание времени дополнительное, видите, как здесь «вчера в 3 часа», то здесь необходимо грамматически использовать именно past continuous. Получается «Что ты делал?» What were you doing вчера yesterday? 3 часа at 3 o'clock. What were you doing yesterday at 3 o'clock? What were you doing yesterday at 3 o'clock? Что ты делал вчера 3 часа? What were you doing yesterday at 3 o'clock? Но смотрите, на самом деле также очень важно смотреть именно на контекст. Если есть какая-то описательная ситуация в прошлом, то мы также используем именно past continuous. Пример. Смотрите. Светило солнце и пели птицы. То есть не просто там посветило солнце и потом попели птицы. Нет. А описательная ситуация в прошлом. Светило солнце и пели птицы. В этом контексте также используем past continuous. Дословно говорим солнце, а не просто sun, а солнце – это единственное в своем роде. Поэтому говорим the sun. The sun светило. Светить будет shine. Past continuous. Was shining. The sun was shining. И пели птицы. Грамматически мы говорим птицы. Скажем конкретные, потому что для конкретной ситуации потому что не просто birds, а the birds and the birds пели, were singing. The sun was shining and the birds were singing. The sun was shining and the birds were singing. Светило солнце и пели птицы. The sun was shining and the birds were singing. Хорошо. Другой пример. Солнце светило очень ярко. Если акцент на длительность, также можем использовать past continuous. То есть не солнце посветило, а солнце светило. Мы говорим the sun was shining очень ярко. Очень very. И ярко будет brightly. Very brightly. The sun was shining very brightly. The sun was shining very brightly. Солнце светило очень ярко. The sun was shining very brightly. Другой пример. Я читал статьи на разные темы. Смотрите, если просто я прочел, это просто как факт. Мы скажем, там, I read. I read, там, статьи, то есть какие-то статьи. I read articles на разные темы. On different topics. I read articles on different topics. Или, как вариант, я прочел какие-то статьи. I read some articles on different topics. Опять же, это возможные варианты. Если мы хотим сделать именно акцент на длительность, то есть не я просто там прочел, а я читал. Да, мы также это можем сказать в pass continuous. И получается, тогда я читал. I was reading статьи. То есть вообще какие-то статьи, говорим, без артикля. I was reading articles на разные темы. On different topics. I was reading articles on different topics. I was reading articles on different topics. Я читал статьи на разные темы. I was reading articles on different topics. Разберем также другие примеры. Как сказать, мой английский становился все лучше. Помните, когда мы с вами разбирали время present continuous, там все лучше, там, помните, все дороже, все интереснее, то так здесь используется именно continuous. Тогда мы говорили о настоящем, тогда мы используем present continuous. Если мы говорим о прошедшем, то мы по аналогии используем past continuous. Да, очень часто, как раз в такой конструкции, там, все лучше, там, все дороже, все интереснее, используют также именно continuous. Скажем, мой английский. My English не просто стал, остановился. Was getting или was becoming. По умолчанию используем форму get. My English was getting все лучше. Дословно, лучше и лучше. Better and better. My English was getting better and better. My English was getting better and better. В мой английский становился все лучше. My English was getting better and better. Смотрите. Также следует сказать, что с глаголом wait мы очень часто используем именно continuous. Это важный момент. Например, как сказать, я ждал твоего ответа. Если просто I waited, это больше как я подождал, а я ждал, это будет I was waiting. I was waiting. Я помню, что wait for, получается, for your answer. I was waiting for your answer. I was waiting for your answer. По аналоге скажем, я ждал твоего сообщения. I was waiting for your message. I was waiting for your message. Я ждал твоего звонка. I was waiting for your call. I was waiting for your call. Смотрите, так звучит гораздо более естественно. Не просто я подождал, а я ждал. Да-да, получается, видите. I was waiting for your answer. I was waiting for your message. I was waiting for your call. Смотрите данный видеокурс и отрабатывайте весь проединный материал приложения English Galaxy для достижения максимального эффекта. До встречи! Bye-bye! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok